Исполнение любимых песен Хочу поблагодарить всех защитников Отечества, пожелать им крепкого здоровья, верности духа и хорошего настроения. Ведь сейчас мы имеем надежный щит нашей Родины и двух надежных союзников. Это наша армия, наш флор. От имени администрации Сергей Малиновский наградил ветеранов и химчан, которые внесли большой вклад в развитие округа. Среди награждаемых и Лилия Степановна, сотрудник НПО «Энергомаш», жительница блокадного Ленинграда и жена партизана. Помнит все ужасы войны, как сейчас. Перенесла самую страшную зиму с 8 сентября по май месяц. Потом нас вывозили через Ладожское озеро. Мама моя умерла, когда мне было 18 лет. И я сама доучилась в институте на стипендию, на небольшую. Жила очень скромная и привыкла жить так же. С теплыми словами выступили и члены общественной палаты. Мы помним и нам следует помнить самоотверженность, решительность и доблесть наших защитников Отечества. Каждый из нас должен воспитывать в себе, должен воспитывать в своих детях эти качества. И дай Бог, чтобы они пригодились не на военном попуще, а в мирное время. Поздравили с праздником и депутаты Химок, не забыв отметить высокий уровень выступлений. Как оказалось, общественники уже давно поддерживают учреждения в его работе. Я на протяжении 20 лет с Геннадем Михайловичем в очень плотном контакте работаю, в отношении детской школы искусств. Много чем помогаем. Дети наши очень талантливые, очень талантливые. Видно, заслуга большая, ну, сами детей и преподаватели. С ними согласились и ребята, которые посетили концерт. Мне очень понравились хоровики. Они очень хорошо поют, очень хорошо подготовлены. И, ну, только надо выше быть и выше. Такие мероприятия традиционные проходят каждый год. Это дань уважения воинам, защитникам Отечества и тем, кто сегодня защищает Родину, и тех ветеранам Великой Отечественной войны, кадровых военных, которые служат или служили ранее. Сегодня поздравляли заслуженных работников, заслуженных педагогов, детей, а также ветеранов Великой Отечественной войны. Всем ветеранам вручили благодарственные письма, чтобы еще раз напомнить о подвиге тех, кто воевал и трудился в Великую Отечественную войну.